Здравия, добрые молодцы и красные девицы! Низкий поклон вам, люди добрые! Аз есть мы, Иван Царевич, и прискакал на сером волке с радостными вестями. Сейчас Аз подготовил новую книгу. Божественная игра, златый путь восхождения. И здесь, в Тереном дворце Алексея Михайловича, последнего русского царя, в селе Коломенское, в месте, где меняется кола времен. Когда-то здесь цари поменялись на императоров. Аз хочу вам рассказать о мудрости наших предков. И для того, чтобы ее услышать, надо вас звать. О, царь горох и предки многомудрые, пришлите нам божественную мудрость! О! Видите, прилетело прямо с небес. На Древней Руси книги писали в свитках. Да, и передавали вот таким образом. И мы сейчас по древней традиции откроем свиточек и посмотрим, что же нам передали предки. Вот, пожалуйста, уровни развития и управляющая сила. Добрые молодцы и красные девицы, все мы, живя на земле, восходим по золотому пути. Те, кто живет духовными ценностями. И первый уровень восхождения, когда в человеке просыпается совесть, называется жить. Жить познает троичность. Он соображает пожизненно троих. Ответы на все вопросы у него такие. Да, нет, не знаю. Далее, когда в человеке поднимается жизненная сила, он становится людиной. У людины открываются уже эти волшебные наши чакры. Перси, Лада и Леля. У людины открывается душевность. Он становится великодушным. И он становится семеричным. Он проходит семь верст до небес и веселесом. Живет семь раз отмерь, один раз отрежь. Читает глубинную книгу, спрятанную за семью печатями. И вот когда людина развивается выше, по золотому пути, он становится человеком. Человек познает девятеричность. Познает девять чакр. Познает девять тел. Живет по календарю, по календарю, в котором девять дней в неделю. Это человеческий уровень осознанности. И совершенный человек ас. Тот, в котором безупречно. Тот, кто становится асом, тот после смерти переходит в мир слави, в следующий мир гармоничный над нами, в мир шестнадцатимерного сознания, в мир слави, в мир легов и легий. И становится легом-хранителем. И вот здесь, видите, предки в свитке нам прислали уровни духовного восхождения. Первый уровень жития – это похотливый жизнь. Он живет только похотями, инстинктами. Для него главное – половой инстинкт, пищевой, и комфорт, и безопасность. Дальше, когда человек поднимается над своими похотями, он становится чувственным житем. Для чувственного жития самое главное – это чувство, сентиментальность. Для чувственного жития мужчины главное, к чему он стремится – это красивая женщина. Для женщины идеал – это найти хорошего мужчину. То есть это такие сентиментальные, романтичные люди, для которых романтика – это высшее, что есть в этой жизни. Когда человек уже развивается дальше, он становится разумным жителем. Разумный житель – для него главное рассудок, расчеты. Он становится бизнесменом, чиновником, игроком на бирже. Он все просчитывает. У него даже брак по расчету. Это три уровня жителей. Дальше, когда у человека пробуждается душа, и он начинает понимать, что кроме телесного уровня есть еще и душевный, он становится людиной. Вот, видите, у людины первый уровень – это воля, волевой людина. Волевой людина – это человек, который имеет полностью власть над своим телом. Волевой людина управляет половыми инстинктами, управляет своими чувствами и управляет своим разумом и рассудком. Его ведет воля. Воля к развитию, к воле к подвигам. Он властелин своего тела, он питается правильной едой. И людина переселяется из квартиры в дом по-человечески, по-людски. Дальше, следующая сила управляющая – это сила слова. Человек становится творящим людиной. То есть, человек овладевает силой слова и понимает, что весь этот мир создан из божественного слова. Вначале было слово, и слово было Богом. Это понимает у нас творящая людина. Дальше просыпается в человеке сила души. И людина становится душевным. Он видит душу живую, как Иван Царевич. Он приходит к природу и разговаривает с деревьями, с медведями, с зайцами, со щукой. Вот в сказках Иван Царевич – это душевная людина, которая стремится стать человеком. Чтобы стать человеком, надо подняться выше. Человеком уже управляет ум и воля. Следующий уровень развития, как говорит свиток наших предков – ум и воля. И девятый уровень развития человека – дух и вера. Человек становится духовным. Восьмой уровень – одухотворенный человек, которым управляет ум и воля. Это у нас был Вещий Олег, о котором у нас остались предания предков. А девятом уровне развития человека примеров пока нет. Такие люди есть, но они живут сейчас в вещих лесах Урала, Алтая, Сибири, Крыма, в Кавказских горах. Иван Царевич там бывал и знают, что человеки, которых ведет дух и вера, среди нас тоже есть. Но они в интернете, вы их никогда не увидите. Вот они управляют высшими образами. И сейчас на простых примерах я хочу показать вам, как живет ЖИТЬ. ЖИТЬ живет так, что он постоянно вынужден крутиться в суете-сует, как белка в колесе. Уровень ЖИТЬ, вот этот волчок крутится, иногда падает, подымается. ЖИТЬ постоянно крутится. Его способ жизни – это работа с восьми до шести. Когда человек понимает, что это не самое интересное, он становится Людиной. Людина у нас начинает постигать семеричность. У него уже жизнь не полоса черная и белая посередине и посередине серость будней, как у ЖИТЬ. А у Людины семь цветов радуги. Жизнь становится разноцветной. Люди не делятся на добрых и злых. А люди делятся уже по семи уровням, по семи категориям. Жизнь становится душевная, красивая, яркая. Но когда человек понимает, что это не самый высший уровень, у него зажигается царь в голове. Царь в голове – это как раз истинно человеческий образ жизни. Восьмой, девятый уровень человеческой осознанности. Человек с царем в голове улыбается всегда по жизни, как этот колобок. Его жизнь – это поток радости. Девиз каждого человека – это праздник каждый день. Именно через силу радости, через силу праздника он творит этот мир вокруг. Он создает райские сады, вещи и леса, сварожья луга, священные рощи. Вот это истинно человеческая жизнь. Он создает красивые отношения, крепкие семьи. И возрождает народную культуру всей своей жизнью. Добрый молодцы и красный девицы, приглашаю вас изучать древнее наше учение золотого пути, читать книгу Ивана Царевича и стать в этой жизни золотым человеком, выбрать между черным и белым золотую середину и начать развиваться так, чтобы из мира яви перейти в славь и вправь. Ура!